На одной волне с городом. Радио. Болтком. Добрый день, уважаемые радиослушатели. Как мы анонсировали, доктор экономики, доцент Балтийской международной академии Борис Гейман у нас в прямом эфире. Добрый день. Добрый. Да, ну, много поколений студентов вы выпустили, которые вы читали экономику и, наверное, предметы, которые на стыке экономики. Поэтому, может быть, такой вопрос задам вам, ну, в какой-то степени концептуальный. Может быть, вы знаете загадку. Еще до пандемии премьер, господин Кальнич, сказал, что у нас столько денег. Вы помните эту знаменитую фразу, как никогда не было. Все, конечно, удивились, особенно на фоне того, что медики просили им все-таки в соответствии с законом, кстати, прибавить 20% к жалованию. Им сказали, что нет, этих 60 миллионов нам ниоткуда взять, никак мы не можем. Ну, сейчас с наступлением пандемии, правда, не сразу же, но ближе к осени действительно полились деньги, были и субсидии, и гранты, и пособия попростые. Не будем все это перечислять. И сейчас нам говорят о том, что и следующий бюджет, ну, если что, нарастим дефицит, возьмем в долг, но все будет в порядке. Что это за метаморфоза? Это изменение вот этой концепции, то есть от этого жесткой фискальной политики к раздаче денег, что на вас, да, происходит? Вы знаете, я бы на этот вопрос ответил не то чтобы с юмором, а примерно, как я говорю студентам, что такое экономика. Экономика – это рациональное распределение ресурсов, а ключевое слово здесь рациональное. А рацию, рейшу, рату мы знаем, это ум, это мозги, понимаете? Поэтому дело не в наличии денег, много их или мало. Дело в том, что как их поделить и на что их направить. И не всегда, к сожалению, политическая воля срабатывает с экономической необходимостью. Так что здесь бессмысленно взывать иногда к чувству справедливости, к логике и так далее. Вы знаете, задолго до нас сказали, кто платит, тот заказывает музыку. Это не наше с вами изобретение, ему уже не одна сотня, а то тысяча лет, да. Поэтому здесь всегда надо смотреть, конечно, политическую подоплеку. Да, в основе, конечно, любой политики будут лежать экономические интересы. И не надо здесь лукавить, не надо там из себя изображать доброй феей и так далее. Здесь надо либо решать этот вопрос, либо не решать. Денег никогда на все не хватит, это беда человечества. Никогда не было и никогда не хватит. Значит, вопрос только, куда направить эти ресурсы? Можно на социальные нужды, можно на инвестиции, можно еще бог знает куда. Поэтому здесь нельзя, здесь не надо подменять вот эти понятия. Я почему спрашиваю, поскольку сейчас к нам потечет ручеек вот этих европейских денег. Сразу два фонда, кроме вот этого семилетнего фонда еврофондов, еще будет вот фонд, так его перевести можно, оздоровление и стабилизация экономики. И вот там они уже распределены, но я так понимаю, что предприниматели были крайне недовольны тем, как собираются деньги тратить, потому что вместо того, чтобы направить деньги на то, чтобы они делали деньги, простите за тавтологию, да, то есть на какую-то… Это не тавтология, лонсмейк депозитага от американцев, деньги делают деньги. Да, но мы, видимо, не американцы, решили пойти иным путем, ну и, видимо, проесть эти деньги в той или иной степени. Вот почему? Дело здесь, там, куда направить… Здесь две позиции всегда, две постановки. Я, когда занимался кое-какими проектами, столкнулся вот с какой вещью. Иногда выделение европейских денег жестко определяет направление их траты. И иногда было даже несколько проектов, когда и Западная Европа даже не разрешила нашим чиновникам их распределять. И такие вещи были, зная, как у нас часто к этому относятся. А если деньги выделяются на усмотрение, скажем так, власть имущих, тут, конечно, опять взывать к логике бессмысленно. Всегда будут свои, всегда будут чужие, да. Здесь, конечно, трудно так сказать. Конечно, бизнес надо поддерживать, это понятно. А другое дело, что вся эта ковидная, вся эта, не знаю, как ее правильно назвать, эпопея, шумиха и так далее, привела к тому, что резкое падение доходов, резкое падение прибыли. Но это не ситуация форс-мажорная. Поэтому, конечно, как там каждый будет, на всех все равно не хватит. Помощь, мы знаем, все-таки была кому-то оказана. Да, так нельзя, по крайней мере, если весну прошлого года вообще практически никому. Да, огольно нельзя сказать, помощь была, но их, конечно, не хватает. И никогда не хватит. Просто здесь надо было думать, не принимать, по крайней мере, если, скажем так, не совсем дальновидные решения, связанные с ограничением прошлого года, но весны, прошлого, еще этого года весны, когда позакрывали все, что можно было позакрывать, а потом удивляется, что нет поступления налогов и безработицы. А как она не будет, когда... Если экономика была парализована. Ну, какие-то вообще элементарные вещи, даже удивляешься, как люди, которые принимают решения, этого не понимают. Особенно вот эти списки, помните, запретных товаров, москвей, трусей. Ну, это вообще... Да, спрашивается, а как это вообще связано с вирусом и чему это приведет? Да никак, наоборот. Закрывали большие центры, где объем воздуха большой и народу... И что, когда открыли там что, толпы в эти магазины ломанулись? Нет, как эти спящие продавщицы сидели, так они и сидят. А они ломанулись по простой причине. Денег-то нет у населения. Правильно, потому что упали доходы. Это же экстренальный эффект. Одно тянет за собой, другое. А когда на этом фоне еще говорят, что будут подниматься коммунальные тарифы и все остальное, иногда вообще превращаются в какой-то заколдованный круг, без понятия, как он будет разрублен. Да, ну вот еще о тарифах мы поговорим. Но все-таки вот говоря вот об этих ограничениях, именно с точки зрения экономики, ведь сейчас тоже идут дискуссии, поскольку заболеваемость растет, обведение тех или иных ограничительных мер, но мне кажется, что премьер и министр финансов, видимо, поскольку следующий год выбранный, они боятся сказать то, что в принципе у всех на языке, что еще одного, условно говоря, локдауна экономика в Латвии все-таки не выдержит. Понимаете, я согласен с вами, я все время говорю так, почему-то на первый план у нас всегда министр здоровья идет, в данном случае сейчас Павлец. А министр финансов, он все время стоит в стороне, его не так сильно уже и слышно. Решения министерства здоровья, они чисто организационные, а министерство финансов – это бюджет. И вот тут как-то нет, чтобы, по идее, он должен был бы в моем восприятии стоять на первом уровне, они говорят, ребята, я понимаю, надо бороться с ковидом, надо ограничивать заболевания и так далее. Но не забывайте, что те же пенсионеры живут за счет тех же налогов, которые мы прислучаем в бюджете. Те же бюджетники, учителя, врачи живут тоже за счет этих же денег. То есть если нет денег, то как жить? И они получаются такие, ну не то что экономические враги, они экономические оппоненты. Один не платит налогов, другой не имеет дохода, третий говорит, а как мне все это дело реализовать? И тогда, если запустить этот процесс и не дать ему ограничения, конечно, это все когда-то упадет, рано или поздно. Да, вот еще такое. Извините, давайте, особенно еще для такой стороны, как Латвия, которая, в общем, не сильно производящая. Так, это мягко мы будем говорить. Да, мягко, скажем так. И нет у нас этого товара с высокой добавленной стоимостью, на которую можно зарабатывать большие деньги, платить налоги на прибыль, ну в нашем случае подоходный налог с предприятий. У нас это все в основном бизнес мелкий, маленький. Ну, может быть, будет, вот премьер сказал, что мы будем сейчас идти по пути ведроиндустриализации. Ну, что в переводе, мудрая реиндустриализация. Ну, понимаете, это же не сегодня и не завтра. Даже если этот путь сработает, это инвестиции, это вложение. Мысль правильно, в принципе, да? Да, это же процесс, это же не то, что сегодня вложил деньги, это же не криминальный все-таки бизнес, не контрабанда, когда привез и продал, и не наркотики. Здесь надо работать честно и порядочно, поэтому это процесс. А, как говорится, на переходе никто кормить не обещал. Да, как в том анекдоте, да. Да, да, поэтому возникает, а что делать до этого? Кушать человеку надо сегодня. Может быть, там, три раза в день это за много, но два раза в день как бы надо. Надо бы, да. Да, и коммуналку платить надо, и детей надо водить в школу, и воспитывать, и их одевать, и бабушек и дедушек тоже надо содержать. Это вы хорошо заметили по поводу того, что кушать и платить коммуналку, потому что вот сейчас мы наблюдаем такую сериалистическую картину. Одни кричат, я извиняюсь, перебиваю сейчас, вот, одни кричат, что надо вакцинироваться, ну, в принципе, правильно, вторые выходят на улицы, поют песни и кричат, что не надо вакцинироваться. А на самом деле ведь жизнь, кроме вот вакцинации и невакцинации, идет своим чередом, и мы сейчас представляем, какие люди в октябре, ну, в ноябре чаще всего получат счета за коммунальные услуги. Да, отопление уже подключили, оно, конечно, такое полуживое, но счета уже за октябрь, уже пойдут, да, уже пойдут. Вы знаете, если взять, скажем, страны, где, в общем-то, более или менее социальные вопросы решены, они же тоже много чего переживали. Америка переживала Великую депрессию, там, Германия, Япония пережила Вторую мировую войну, как страны, проигравшие. Но они все поняли, что идти надо по пути экономики, по пути надо развития собственного производства, товара с высокой добавленной стоимостью. А если государство тут на это ставит ограничитель, ставит тормоз, ну, из ничего ничего не сделают. Знаете, в бизнесе есть такая вещь, если ты хочешь заработать миллион, миллион надо вложить. А если ты вложишь центик или сантимчик, ну, ты получишь вот столько же. И сколько бы ты ни вкладывал, ты будешь все равно производить тот же товар с низкой добавленной стоимостью. Но только он будет более дорогой, что, в общем-то, и происходит. Да. То есть чудес в этом плане не бывает? Нет, абсолютно не бывает. Либо вас будут всеми кормить банки. Можно так жить, но эти банки когда-то потребуют деньги назад, да еще с процентами. И еще заложено имущество. Да, так вы остаетесь и без залога, без имущества, цена у вас пойдет, вам нужна прибыль, иначе вы не можете рассчитаться с банком. Ну, и все дальше. Что происходит дальше, многие уже все знают, не самая приятная в жизни ситуация. Да ладно, еще бог с тобой, но за тобой у тебя работают люди, у которых тоже и семьи, и дети, которые когда-то сами уходят на пенсию. То есть тут я в этом плане такого большого оптимизма сейчас не вижу. Тем более, поскольку у нас, давайте откровенно, политика превалирует над экономикой, что как бы не совсем было бы это хорошо. Естественно, очень многие вещи, которые могли бы сработать, они забиваются политическими интересами. Может быть, сейчас перед выборами какая-то отдушина будет, потому что политики сейчас перед выборами будущего года немножко в такой специфической ситуации. Старые методы не работают из-за ковида. Это очень цинично, конечно, в данном случае пандемия, она помогла, помогла немножко изменить мозги. То есть нельзя теми методами закладывать, потому что люди видят, мне все равно кто у власти, мне надо жить и существовать, и кушать хочется, да, понимаете. Вот интересно, будет ли меняться, я, правда, не очень понимаю, как и насколько это быстро, структура бизнеса, я почему говорю, но мы видим, что происходит в последнее время, когда вы сказали, что политика превалирует над экономикой, это еще до пандемии началось. Я имею в виду сворачивание системы ВНЖ, то есть когда люди вкладывали средства, например, в недвижимость, деньги, вращаясь, кормили, это одна история. Потом нерезидентский банковский бизнес, его тоже больше нет. Транзит и логистика мы тоже понимаем в силу геополитических моментов, в каком состоянии находятся. И тогда возникает вопрос, что если традиционные отрасли, которые, по крайней мере, сложились с 90-х годов, у нас больше не существует. А на чем же зарабатывать? Да, вот на чем зарабатывать. А вот практически на чем новом, потому что сейчас конкуренция жесткая, и ни одно европейское государство, если уберем Америку, Юг, Восток, Запад, не будет развивать здесь производство, потому что это конкуренты для их собственного. Понимаете? Мы упустили этот шаг. Да, там можно сейчас спорить, надо было ликвидировать эти предприятия, не надо. Здесь не все так однозначно. Я когда читаю эти политизированные вещи, я с этим в то время сталкивался, вот не надо было закрывать, может и не надо было закрывать, но что вот производили тогда эти предприятия, понимаете? Они уже тогда были неконкурентоспособными. Конечно, на оборудовании 70-х годов, в котором уже в момент установки уже устарело. Хорошо, если 70-х. Я помню такую ситуацию, у нас тогда в ВУЗе, в котором я работал, учились студенты с РАФа. И мы тогда контактировали с РАФом, они с нами, кстати, рассчитались тогда этими микроавтобусами, потому что у них не было денег. И на РАФ приезжал, я точно помню, был Рено, был Volkswagen, Volkswagen, а вот кто третий, я, конечно, уже не помню. Но все они сказали одну и ту же вещь. Что поможет РАФу, они сказали бульдозер. Потому что это все было неконкурентоспособно. Уже в то время. Поэтому, так говорит, вот не надо было закрывать, надо было просто думать. Ну, конечно, много чего было распродано, пошла эта тотальная приватизация, если это можно так назвать. Деньги распилили, разделили и даже загубили то, что, в общем-то, было. Может быть, и на чем-то можно было. Ну, не на все. Да, но тут выскочила, конечно, вся эта идеология западного влияния. И, естественно, стали закрывать все начисто, стали продавать. И структуры наши, выторговые сети, мы сами знаем. Если оттуда брать импорт, у нас вообще ничего не останется. К сожалению, да. Вот, может быть, я вам задам такой теоретический в какой-то степени вопрос. Надо студенты у вас спрашивать или даже вы им читаете. Ну, эпоха индустриализации прошла. Кто-то говорил в 90-е годы, начало 2000-х, что мы живем в эпоху постиндустриальную. Сейчас кто-то говорит, что вот реиндустриализация. Вообще, что сейчас происходит в мировой экономике, если так в целом? Вообще-то, есть здесь несколько вещей. Кто-то с этим согласен, кто-то не согласен. Но я исхожу из чего. Мы вообще-то в мировой экономике сейчас дошли до точки. В каком плане? Дело в том, что для того... Ну, это имеет в виду мир, да? Да, я имею в виду сейчас глобальные вещи. Дело в том, что для того, чтобы появились новые деньги, произведенный продукт надо, ну, хотите, в кавычках съесть. В прямом и в переносном смысле. Пока технологии не были сильно развиты, мир как-то это все проедал. Снова вкладывались, появлялись инвестиции, производили снова. Сейчас мы произвели все. Мы фактически уже при ограниченных ресурсах не останавливаемся. Каждый день жарят, варят, шьют, клепают что-то и так далее. И съесть мир это уже не может. И вот возникает очень серьезная проблема. Во-первых, деньги оказались не нужны. Смотрите, ставки базовые, они падают. Некоторые, они чуть ли не до нуля, уже чуть ли не отрицательны. Берите деньги, потому что нам, если хочется заработать, надо вкладывать большие деньги. Ну, произведете вы еще колоссальнейший объем продукта. Что дальше? Кто это съест? Да, кто это съест, понимаете? Здесь вообще довольно цинично. Здесь вот есть, срабатывает часто экстренальный эффект. Вот скажем, ну, хотите, конечно, есть стихийные бедствия. Но иногда это просто связано даже с уничтожением продукта. Это как иначе. То есть, кто-то голодает, а продукты… А кто-то голодает, ну, потому что вот, когда этого всего не будет, только тогда необходимость будет. Да, появляются новые технологии, появляются новые методы, но это больше для того, чтобы проиграть. Потому что, если у вас будет 15 компьютеров, вы все равно будете работать только на одном. Ну, на двух, понимаете? Ну, да, 15 мне не нужно. А 15 вы не будете. Как говорят американцы, почему-то они придумали эту цифру. Мне не нужен 68-й автомобиль. Вот. Так что это… Они производятся, они вкладывают, поэтому это беда человечества. И найти здесь… Перепроизводство в какой-то стиле. Да, и здесь… Ну, это, в принципе, связано с цикличностью. Но найти здесь какое-то рациональное решение очень сложно, потому что вся беда в том, что, поскольку экономика рациональная, распределение ресурсов, но никто не знает, как. Мир не придумал способа, как правильно делить. А когда они способов, всегда есть недовольные, всегда есть бедные и богатые. И всегда появляются политические силы, которые говорят, вот они делят неправильно, дайте мне власть, я поделю. И они получаются, потому что все равно не хватает. Не хватает, да. Поэтому я всегда говорю, очень плохо, когда в государстве есть бедные и богатые. Вот не должно быть бедных. Это правда, да. Да, вот по поводу как раз вот бедных и богатых, ну, вот правительство, видимо, опять-таки, понимая, что следующий год – год выборный, ну, громко заявило о том, что будет повышен там необлагаемый минимум, там, с 1 января – 350, а вот с 1 июля следующего года – 500 евро. Ну, то есть, видимо, те, кто получает минималку… Ну, и минималку собираются поднимать. Да, ну, там и… Вот это решение проблемы социального неравенства? Мне кажется, что нет. Нет, нет, нет. Это перекладывание из одного кармана в другой. Понимаете, кто бы ни пришел к власти, как на уровне государства, так на уровне самоуправления, бюджет от этого больше не станет. Вот денег столько есть, сколько есть. Вопрос только, как их поделить. Насколько разумно, с одной стороны, насколько, скажем, социально… Хотя всегда, когда появляется всегда обиженный, они всегда появляются недовольные. И рано или поздно, история уже показала, мир взрывается из-за этого. Но беда заключается в том, что вот эта психология, то, что я сказал, не должно быть бедных и богатых. Вы понимаете, когда там помещик жил, крестьянин сжег помещичье имение, он помещиком не стал. Только оба они теперь живут в сарае, понимаете? Вот там в чем-то причина, да? Если надо идти, было совершенно по другому пути. Когда латышский крестьянин сжег баронское имение, он тоже бароном не стал. Не стал, да. Поэтому я говорю, здесь надо идти совершенно по-другому пути. Некоторые стороны это понимают. Но здесь, понимаете, есть очень масса таких вот подпольных казуистик. Я всегда думаю, как? К власти не должен приходить бедный, к власти должен приходить богатый, который уже иначе к этому подходит. Есть и две вещи. Потому что в государстве должно быть много богатых людей. Почему? Во-первых, потому что богатому есть что терять. Он не хочет ни переворотов, ни конфликтов, ни войны. И революции ему не нужны. Ему есть что терять. Это вот путь, по которому все время пошла Америка. И второе, если не будет богатых, ну назовем их там людей, предпринимателей, как хотите называйте, кто будет платить налоги? На мелком бизнесе бюджет не сверстаешь, понимаете? Не сверстаешь. А что бы там ни говорили, но мы видим, кто даже в Латвии крупный налогоплательщик. А вот что в Латвии у нас уже сколько лет подряд консолидировано бюджет, а на треть это социальный бюджет. Вы знаете, там не только пенсии, конечно, но это вообще страшная цифра, когда треть бюджета у тебя уходит на социальное благосостояние, ну, латышски называется социал, обдреши наши, ну, обдреши наши. Да. Вот, и тогда, вот, и тогда на что хватает, на то хватает. Поэтому, когда говорят, что там эти объедают, этих, никто никого не объедает. Посмотрите бюджет, откройте, посмотрите. Примерно все получают, ну, сколько, сколько есть. А вот социальные нужды, потому что пенсионеров, если их еще сейчас зажать, ну, тогда там, конечно, система, кто бы знает, как она выстроит дальше. Да. Вот интересно, когда мы говорим о цикличности, раньше геокапиталистической, сейчас, наверное, на рыночной экономике, то многим казалось, что вот наступление пандемии, хотя это был непрогнозируемый, естественно, процесс, думали, что это и есть очередной кризис, только вот на фоне пандемии. Но сейчас нам говорят, что, видите, все-таки экономика довольно быстро восстанавливается, когда эти ограничения сняли, а не только ведь Латвии, да, это общий процесс. То есть, видимо, еще вот этот цикл, который был, правда, затянулся, вот, помню, предыдущий кризис начался в 2008 в конце, да. Вот почему все-таки это другой кризис сейчас? Дело в том, что что касается вот этих нарастаний, скажем, кризисных явлений, иногда они, иногда, на мой взгляд, они, в общем-то, бывают даже надуманные. Искусственные, да? Это связано с целым рядом вещей, потому что здесь можно, понимаете, всегда можно политически избавиться от конкурента. Не надо говорить о, там, коррупции, о всех этих схемах, это грубая вещь. А политические, скажем, изменения законодательства – это своеобразный лоббизм. Конечно. Да, и тогда вопрос только, кто лоббирует и кого лоббирует, понимаете? Кто успел первый. Да, во что все это упирается. Поэтому часто, в принципе, скажем, создание, формирование политической системы в государстве, политических партий, она в основе лежат вот эти экономические интересы, понимаете? И никуда от этого не денешься. Как бы мы сейчас с вами тут не дискутировали, не говорили, ну вот нельзя из ничего что-то сделать, понимаете? Все равно надо запускать, надо вкладывать, потому что это когда овща беда, скажем, той же экономики Латвии заключается в том, что продукт делается за одолженные деньги, и зачастую он покупается тоже за одолженные деньги, понимаете? В результате, ну а как? Строительная компания построила дом за одолженные деньги, а потом покупатель берет ипотечный кредит и платит за то, что сделано за одолженные деньги. Причем еще говорят, мы получаем большие зарплаты. Я говорю, у вас нет заработной платы, вы ничего не заработали, вы делите чужие деньги. Абсолютно. Заработаете вы их тогда, когда кто-то у вас это купит. И не на одолженные деньги, а на заработанные деньги. А у нас же цепочки так все есть. И все, да, поэтому тут ничего, никакого секрета в этом нету, просто не все это понимают с одной стороны, с другой стороны, человек чем-то должен заниматься. Кто-то выбрал для себя какую-то стезио работы, его специалист в какой-то сфере, технолог там своего. Но ведь когда вот так говорят, многие тут же проводят параллель, не знаю, с Соединенными Штатами, говорят, ну знаете, ну там же всю жизнь живут в кредит, вот чуть ли не с рождения, да, вот дом в кредит, не знаю, дача, в кредит, квартира в кредит. Это не страшно. Но одно дело, когда ты в кредит производишь суда или самолеты, которые стоят сотни миллионов или миллиарды даже долларов, а другое дело, когда ты в кредит производишь табуретки, понимаете? Это разные вещи. Это правда, у нас больше табуретки. Да, у нас табуретки производят в кредит. Или там открывают небольшое там какое-то кафе и так далее, потому что, кстати, когда появились эти микропредприятия, логика в этом была. Была. Потому что это были кризисные года, и необходимо было людям дать возможность зарабатывать. А не просто ходить за пособием, да. Да, но другое дело, что многие, получавшие эти кредиты, не были ни профессиональными экономистами, не имели предпринимательского опыта, ну и поэтому мы получили то, что получили. Потому что нельзя к этому подходить на обывательском уровне. Вот у меня есть деньги, я заработаю. Здесь есть свои законы, свои противоречия, своя логика мышления, и в конце концов, свои специалисты. Те же самые, извините, я хочу закончить, те же самые американцы говорят, что нам нравится на них ссылаться, что людей с предпринимательским мышлением нормальным рождается 5-6%. Всего лишь? Да. Еще столько же можно научить. Значит, 10-12%. Вот 10-12% это, знаете, да. А не 50%. Да, иногда доходит до смеха, но когда, скажем, у меня сидит большая студенческая аудитория, я это им цинично говорю, так скажем, пришло 30 человек, я говорю, так получается, что 3-4, ну 5, пришло куда надо, остальные случайно затесавшиеся люди. Это талант. Точно такой же талант, как писатели, поэтов. То есть бизнесмену может быть никак. Да, либо дано, либо не дано, понимаете. Там можно, извините за гробое слово, профукать все деньги, а можно это иметь, это жилка, это умение управлять, умение работать, скажем, самые талантливые предприниматели в мире, мы их знаем, но это уникальные люди, а тот же Соррес, который там сколько у него, 18 долларов было, когда он появился в Америке, да, но Джордж Соррес это такой единственный, один, ну еще таких можем насчитать. Но в большинстве все-таки есть 18 долларов. Да, в большинстве, да, потому что все равно кто-то что-то должен делать, но тут учиться надо, тут думать надо, кстати, обучение, а вот оно позволяет показать, туда вошел или не туда. Кстати, это очень хорошая мысль. Вот интересно, если мы говорим так чуть концептуально, даже не вдаваясь в политику, в какой-то момент до пандемии тот же премьер уже упомянул там, и господин Кайлер сказал, что ну все, мы будем жить теперь по-новому, вот это наследие 90-х годов мы прошли, у нас теперь будет белая экономика, чистые деньги, ну я чуть утрел, но общий смысл такой. Мы сейчас проведем капитальный ремонт, как он сказал, финансовой сферы и станем привлекательным для инвесторов, потому что не будет ни вот этих, не знаю, отмывания средств, не будет всяких вот этих вот мошеннических с кем-то, не знаю, с Востока. У нас будет все в чистую, все в белую, и никаких нам не нужно ни резидентов с их сомнительными средствами и так далее. Да, вот это правильный концепт, потому что со стороны, когда ты слушаешь какие-то интеллигентные люди, говорят, да, действительно, вот это отмывание средств, которые добыты преступным путем, это все не то. Я бы вам на этот вопрос ответил одним старым анекдотом. Тренер, хотите футбольной, хотите хоккейной команды, которая проиграла все матчи, говорит так, обещаем играть еще лучше. Ввели смысл. Естественно, да, еще лучше. Да, обещаем играть еще лучше. Здесь то же самое. Это лозунги, лозунги должны быть подтверждены. Экономика, бизнес, это не наука. Это как поко, когда его избрали генеральным, он сказал, я вам покажу, как воровать. Да, совершенно верно. Понимаете, здесь я всегда поражаюсь вот этому обывательскому подходу. Иногда это, к сожалению, бывает. Когда бизнес передается от родителей детям, но если талантливые родители, не значит, что, знаете, природа на детях отдыхает часто. И сколько было случаев, когда потом эти дети все это дело спускали, и ничего этого не было. Этим надо заниматься, в это надо входить и надо проработать. Просто, как я уже сказал, скажем, таланты художественные, они видны сразу. То есть, человека нет голоса, он может миллион заплатить в музыкальной академии, ему скажут, в опере ты петь никогда не будешь на оперной сцене. А наши таланты видны не сразу, надо поработать, надо почувствовать. Но ты уже успел влезть в финансовые обязательства, а потом уже тогда понял, что талантов нет, а банка говорит, а дай деньги со всеми процентами. Да. Вот тоже интересная такая история, что касается банковской системы. Вот мы видим, что в результате банки, ну в целом философские, они берут отдельный банк, который пошел как ну. Система, они в принципе никогда в итоге не проигрывает. Да, они берут, в крайнем случае, залоги, даже, не знаю, кризис, не кризис, да, и все равно выходят, ну в лучшем, в худшем случае по нулям, да? Ну, во-первых, в банках сидят очень хорошие эксперты, во многих банках, которые трижды наизнанку вывернут этого потенциального предпринимателя и посмотрят, можно ему давать эти деньги или нет. Второе, залоги, они делают очень субъективные, залог может быть, но попробуй продать это здание, это, тем более... Особенно какое-то оборудование, да. Да, поэтому я вообще очень скептически отношусь к этой вещи, как расстроимости на недвижимость, в конце концов, есть такое понятие, как износ и амортизация. Да. Пока ты строишь свой дом, фундамент уже подешевел. И если только банки будут под питку, я не говорю исторических ценностей, об антиквариате, это другое дело. Это больше маркетинг, чем экономика. А это дело такое, поэтому в банк всегда, конечно, будет, особенно тот банк, который работает не своими деньгами, а сейчас, а деньгами клиентов, акционеров и так далее. Эти клерки, которые там сидят, они же не за свои деньги отвечают. Если опытный акционер, опытный исполнитель, вообще надо отдать должное, кстати, банки дают самую реальную информацию о том, что происходит в народном хозяйстве, потому что они видят настоящего клиента, не мифические какие-то цифры, появляющиеся в отчетности и так далее, а то, что происходит в жизни. И, в принципе, надо отдать должное, сколько мне вот позволила моя жизнь с ними встречаться, там и бывшие студенты были, которые доросли до больших весов. Они очень хорошие специалисты, потому что у них в высокой степени риск, они работают в очень рисковой зоне. Поэтому они должны все перепроверять несколько раз. Они должны проверять, они должны смотреть, они должны контролировать, должны быть мониторинг, и они должны понимать, что в случае чего, если прошло отчуждение собственности, они то, собственно, должны продать. Кстати говоря, да. То есть, они должны просчитать все, все моменты. Банк не должен продавать ни автомобили, ни дома, ни квартиры, банк должен продавать деньги. А это уже в какой-то степени уже о безысходности. Если на площадке там стоит масса отобранных машин, ну дальше вот они стоят на площадке, что дальше? Это говорит о том, что все-таки что-то они с этим лизингом влетели, скажем так. Ну, понимаете, все это лизинги, все эти фактурики. Я понимаю, что нет больше тех там органов, дюпонов, которые могли из кармана вытащить пачку миллиарда. Все работают в кредит, да? Да. Но, конечно, когда ты рассчитался по лизингу, скажем там, ну лет 8, примерно, что ты получаешь уже в своей собственной? Сколько будет стоить твоя собственность, когда закончился этот лизинг? Автомобиль особенно, да? Это все, да, автомобили вообще. То есть, ты уже переплатил дважды, да? Хорошо, если дважды. Я что-то там считался одним у нас, мы трижды получили. Но это какая машина, конечно, еще. Ну, понятно, да, да. Ну, какая у него остаточная стоимость? Да, ты получаешь там металлолом и начинаешь снова платить. Ну, для предпринимателя там немножко иначе. Там из оборотов платят. Если меня слушает предприниматель, они понимают, там можно иметь оперативный лизинг, если хватает прибыли, всеми менять оборудование, у тебя маленькая сумма идет, но ты как-то не так сильно страдаешь. Да. Особенно связано с производительностью, смена там техники, технологии и так далее. А физические лица, ну, как есть, так есть. То есть, они фактически переплачивают, если у тебя сразу нет денег, ты должен… Да, они за все переплачивают, да. За все переплачивают, но хочется, я понимаю, психология человека, хочется. Он хочет это пока, он еще в создательном возрасте, да, да, да. Нам все время чего-то хочется в этой жизни, вот… На этом играется. Да, как реализация. А на этом, естественно, те предлагают полный спектр, полный набор. Все. Когда-то у японцев спросили, в чем вы испытываете дефицит, они сказали, в деньгах. Да. Что все остальное, в принципе, есть. Так что, а это… Вот если мы посмотрим, и ведь, наверное, я думаю, и студенты вам задают часто вопрос, нам, по крайней мере, радиослушатели, когда приходят политики, часто задают этот вопрос, ну, мы уже с 2004 года в Европейском Союзе, да, уже прошло… Ну, уже 17 лет. Да, с 2024 уже будет юбилей. Не так много времени осталось. И многие говорят, ну, вот нам все время говорили, что вот мы пойдем сейчас по пути Скандинавии, ну, вот-вот скоро у нас будет, как в Швеции, в Дании. Да, правда, все время нам говорили про страшные наследия где оккупационных времен, ну, вот уже больше 30 лет как прошло, уже вроде и неприлично на это ссылаться. Да, уже… Но вот если мы посмотрим, ну, мы там по-прежнему болтаемся, простите, где Болгария и Румыния, да. А чуть повыше. Ну, может быть, капельку повыше. Сейчас мы уже Латвия отстава, к сожалению, и не только от Эстонии, вот мы всегда говорили, что нам бы догнать и перегнать Эстонию, теперь, видимо, догнать и перегнать Литву тоже. Да, вот, ну, все равно мы не в верхней части таблицы, даже, к сожалению, не в середине. Что же происходит? Почему мы никак не можем стать скандинавией? Я бы здесь вопрос поставил бы немножко иначе. Была ли альтернатива на тот момент времени вступлению Латвии в Евросоюз? С одной стороны, я не… при той экономике, которая тогда была, при том уровне, я не сильно уверен, что Латвия выжила бы одна. Это понятно. Да, в конечном итоге мы довольно хорошо использовали европейские фонды, и они помогли. Давайте уже без политического наклада, когда я еду по хорошим дорогам, мне, по идее, все равно, за какие деньги это сделано. Мы понимаем, что это за деньги еврофонды. Да, мы понимаем, да, но с другой стороны, работали наши люди, с другой стороны, налоги шли у нас. Да, 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 пожалуйста. Они получали заработную плату, и в конце концов, я еду по очень хорошим дорогам. Ну, и масса других хороших этих проектов. Что касается развития, скажем так, денежно-приносящих отраслей, здесь две вещи. С одной стороны, конечно, Европа не заинтересована. Будем откровенны, потому что вообще-то Европейский союз – это тоже союз бедных и богатых, и в основном в ее создании была заинтересована богатая страна. Потому что нужен был рынок, а российский рынок, который, в общем-то, приедал очень много, он все время такой политизированный. Сейчас мы получили проблему белорусского рынка, не знаю, что там выставили дальше, непонятно, как событие будет развиваться на Украине, и вот все время вот эта политическая нестабильность, и мы только что говорили, что нужна стабильность, это первое. То есть нужны были и едоки, которые, в общем-то, живут в более-менее стабильной зоне. Это первая вещь. И вторая вещь, конечно, это инвестиции и вложения. Потому что, я говорю, для того, чтобы действительно создать нормальный продукт с высокой добавленной стоимостью, которая там чисто теоретически, которая приносила и большие зарплаты, и хорошие доходы, и большие налоги, оттуда формируется бюджет, нужны инвестиции. Причем инвестиции нужны не миллионные, а часто миллиарды. Миллиардные. Это раз. Во-вторых, значит, нужны соответствующие технологии. И сейчас надо понять, вот все время приводят этот пример с этой Нокиа, с Финляндией, но это абсолютно разные вещи. Абсолютно, да. Да, тут нельзя это все сравнивать. Тем более, у Нокиа тоже были разные периоды. Да, совершенно верно. Так что это тут абсолютно разные вещи. И мир не готов сейчас вкладывать вот такие деньги в такие государства. Он просто не готов. Он считает, в общем-то, что это нецелесообразно, это невыгодно. Но тогда надо работать хотя бы мозги. Кстати, единственное, чем Латвия еще может воспользоваться, это только мозгами. Потому что, если будут мозги, то хоть что-то может… Это тоже немало, если правильно воспользоваться. Это неплохой капитал интеллектуальный, инвестиции в интеллектуальный капитал. И этого мы пока не делаем. Да, это очень хорошая вещь, потому что он никуда не исчезнет. То, что мы с вами знаем, это мы знаем при любой ситуации. Поэтому, если там начнется Пятая мировая война, она не начнется, потому что мы все равно знаем, что существует техника, технологии и так далее. Но это тоже все происходит. Вот это все такие взаимозависимые вещи. Может быть, такой последний вопрос. В принципе, мы понимаем, что как бы ни менялась вот эта экономическая система в Латвии, очевидно, что у нас больше не будет ни ВЭФа, ни РАФа. Ну, я не… Хорошо, может быть, РАФ неудачный, например, Альфа. Я имею в виду не только технологии, я имею в виду то количество людей. То есть, понятно, что больших заводов у нас не будет. Вот все-таки, на ваш взгляд, каково бы будущее Латвии было бы перспективным, если чуть-чуть пофантазировать. Вот если отмести всякие там политические… Да, чисто вот в экономике. Да, все вот эти… Очевидно, это будет сторона услуг. Все-таки. Да, я думаю, это сторона услуг. Если более или менее наладятся политические взаимоотношения с соседями, заработает транспортная система, в конце концов, у нас порты, у нас неплохая железная дорога, у нас коммуникации. Потому что, вот возьмите, очень не совсем может быть хорошее сравнение, но вся ситуация с этим Северным потоком-2. Там же чистейшая экономика, там никакой политики нет. Как бы не пытались там приобрести. Да, просто сказали, ребята, вот не надо вот это, потому что покупайте наш газ, и вот давят. И вот тут политика задает. А немецкий предприниматель, у которого все-таки мозги в голове, зачем ему разница в цене такой? У него продукт дорожает. Германия по сей день еще уголь использует для отопления. Германия. По сей день использует уголь, потому что им не хватает это все. Если сейчас им еще дать дорогой газ, тогда вообще неизвестно, что будет. Бургеры могут это не оценить. Да, они, вот они, наверное, считают деньги. Надо уметь считать деньги, уметь правильно считать. И желательно считать деньги не в чужом кармане, а в своем. В своем, да. Что мы постоянно забываем делать. Да, нам нравится вот посмотреть, как вот они живут. Допустим, они живут, как они хотят. Мне все равно это американцы или Россия. Мы живем в Латвии, и нас интересуют. И, говоря о северном потоке, ведь там основная мысль, что получить быстро более дешевый газ в нужном объеме. Так, естественно. Совсем применительно. Все. Естественно. Не нужно. Причем здесь Путин, Газпром, Тубай, еще и так далее. Абсолютно. Дело ни в фамилии, ни в конкретном человеке. Потому что трубопроводный транспорт, он самый дешевый. Да, там затраты на вложения. Вы пробуйте сейчас гонять этот сжиженный газ, танки. Во-первых, объемы будут совершенно не те. Да. А во-вторых, это же какая стоимость будет. Да. Вот смотрите. Здравомыслящие японцы. Они автомобили пока возят все время в море в основном. Да. Как иначе. Загружают сюда, иногда через Индийский океан, в обход сюда и так далее. И сейчас им России, похоже, этот проект пройдет, предложил. А у нас вот тут есть знаменитый БАМ и Транссиб. Вот, оказывается, БАМ оказался нужный. И сейчас они примерно считают, что около 20% японских автомобилей можно гнать напрямую через Россию, в Европу, по железной дороге. И несмотря на не очень простые отношения России и Японии. Потому что это будет дешевле, потом это объемы совершенно дорогие, эти эшелоны можно гнать. Да. И вот вам прекрасно, какие там отношения забыли про Курилы и про все остальное. Если здесь речь идет о миллиардах. Да, когда речь идет о миллиардах. Вот-вот-то вся вещь. Поэтому, ну, тут для этого надо быть довольно сильным. Должна быть тогда такая экономика, скажем, как в Японии, которая, можно сказать, свое какое-то. Так что тут... Ну, то есть, в любом случае, Латвия должна встраиваться в эту систему и пытаться вот заработать на своих традиционных... Кстати, даже политики говорят, здравомыслящие политики, которые находятся у власти. Знаете, что мы очень быстренько в 90-е годы посмотрели, что происходит в Европе на Западе и влезли вот туда. Ну, посмотрели, влезли, но не надо же было 30 лет, чтобы понять, что влезли не туда, понимаете. Достаточно поработать несколько лет. Вот же в 17 лет, в 18 уже будет, как мы в Евросоюзе уже, понимаете. Уже пора понять, что не туда влезли, да. В 18 лет уже, извините, уже это не... Уже как-то, да. И Бразилия за два года построила новую столицу Бразилии. За два года гигантский город на 600 тысяч жителей. Я уже про Сингапур молчу, да. Это я, я вам просто говорю. Да, да, да. И те же казахи, когда построили Астану с нынешним Целтаном. Да, между прочим. Да, кстати, тоже на ровном месте. На ровном месте? А похож вообще на какие-то невероятные дубайские небоскримы. Он может быть такой полуциничный, такой пример, но посмотрите, как сейчас выглядит Грозный, которая была первая война Чечерская, вторая Чечерская. Разрушено было всё. А сейчас на уровне шикарного европейского города, когда политически договорились, решили, и теперь попробуют туда начать. У тебя никто не хочет больше войны, потому что это всё развалится. Конечно, естественно. Вложи деньги, и всё, и ты будешь... Где вложены деньги, туда не посылают танки. Кстати говоря, хорошая мысль в завершении эфира. Я думаю, всем нужно это запомнить. Борис Гейман у нас был в прямом эфире, доцент Балтийской Международной Академии. Спасибо большое. Спасибо вам. Спасибо за внимание. На одной волне с городом.